Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Запись в сад не раньше 15 мая. Это вынужденная мера из-за профилактики коронавируса. Министерство курортов края переедет ближе к морю. Губернатор провел совещание по застройке побережья. Сирень и береза в память о сочинских бойцах. Курорт присоединился ко всероссийской акции Сады Победы. Кокорин лучший, по крайней мере, в марте. Переход в Сочи вывел футболиста в новый рейтинг. В Краснодарском крае прием документов в детские сады начнется не раньше 15 мая. Эта мера связана с действием режима повышенной готовности из-за коронавируса. Прием заявлений в МФЦ, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения на следующий учебный год рекомендовано проводить с 15 мая. Письмо о переносе сроков направлено во все города и районы региона. Также с сегодняшнего дня прием документов от граждан во всех офисах МФЦ ведется только по предварительной записи. Записаться можно через единый портал МФЦ после авторизации в личном кабинете. Напомню, чтобы не допустить распространения коронавируса, в школах продлили каникулы с 21 марта по 11 апреля. Детские сады продолжают работу в штатном режиме с возможностью свободного посещения. Лечение от коронавирусной инфекции в больницах региона по-прежнему проходят только 4 человека. Почта России начала отправку посылок по номеру телефона. Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже не обязательно указывать адрес получателя и знать его фамилию, имя, отчество. Отправка посылки по номеру телефона доступна при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные, фамилия и адрес указываться не будут. За последние годы доля россиян, кто хотя бы раз совершал покупку через смартфон, увеличилась с 2% до 32%. Таким образом, каждый третий человек в России делает покупки дистанционно. Теперь не потребуется и приходить в отделение связи для отправки посылки. Это основная задача Почты в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Вместо личного приема сочинцы могут обратиться по телефону горячей линии администрации города. В связи с временным запретом на проведение личных приемов и исходов, вопросы принимаются дистанционно. Звонки принимаются по телефону 266-06-30 и 266-06-13. Специалисты Единая дежурно-диспетчерская службы сразу же во время звонка заведут карточку устного обращения. Ответ поступит в положенный по закону срок в течение 30 дней. Звонки на горячую линию принимаются круглосуточно, а на линии работает по три специалиста одновременно. Кроме того, помощь оказывают и сотрудники управления по работе с обращениями граждан. Они принимают звонки в рабочее время по номерам 264-30-22, 264-58-00, 264-65-72. Также продолжает работать онлайн-приемная на официальном сайте администрации курорта. Здесь же заявитель может, кроме письменного электронного обращения, приложить дополнительно файлы различных форматов. Министерство курортов края переедет ближе к морю. Глава Кубани предложил переселить региональное ведомство для повышения эффективности работы. Вениамин Кондратьев провел совещание по застройке побережья. Напомню, около года назад был принят краевой закон, запрещающий возведение капитальных жилищных строений на расстоянии 500 метров от моря. За это время не было выдано ни одного разрешения на строительство высотных домов. Однако в некоторых курортных городах застройщики продолжают возводить дома прямо в 30 метрах от моря. Даже в межсезонье анапские пляжи не выглядят пустынными. Шум моря, знаменитые кварцевые пески с лечебными свойствами так и манят туристов. Ради такого весеннего променада люди даже готовы преодолеть около 3000 километров. Очень нравится. Ездим 10 лет уже подряд. Приезжаем, отдохнут от нашей грязи, от нашего климата, нашего ветра, от снега. Очень люблю Анапу. Море люблю. Город чистый, уютный. Уникальная береговая линия протянулась от морского порта Анапы до мыса Железный рог на 42 километра. Такое место под солнцем – лакомый кусочек для строительного бизнеса. Однако в погоне за элитными квадратными метрами нередко застройщики заходят слишком далеко. Изначально власти Анапы запретили возведение семиэтажного апарт-отеля. Но в 2018 году решение городского суда было вынесено в пользу строительной компании. Высотка разместилась прямо в песчаных дюнах. Экологи бьют тревогу. Это угрожает уникальной экосистеме курорта. Это одно из основных наших богатств Краснодарского края, как территории, на которой происходит, собственно, рекреация. И максимальное сохранение этих территорий в природном, диком виде даст возможность и дальше пользоваться ими как элементами рекреации. Можжевеловые редколесия, сосновые леса по территории береговой полосы Краснодарского края очень полезны для тех, кто приезжает для санаторного лечения. На совещании главный архитектор края Юрий Рысин показывает губернатору конкретные примеры, когда застройщики решили нарушить градостроительные нормы. В числе первых апарт-отель в Анапе. Вениамин Кондратьев сразу же требует объяснений от главы муниципалитета. Юрий Русин, апарт-отель строится прямо там в дюнах. Да, сейчас эта стройка остановлена. Будет он там спеливать, я не знаю, этажи или бока там и приводить все в соответствие с теми документами. Да, коллеги, там на дюнах построено? А? На дюнах построено? Ну, близко там. Не на песке, там улица идет еще, золотистая идет по проезду. Коллеги, вот еще раз подчеркиваю. Вот по всем этим моментам я лично готов звонить по каждому случаю представителям суда и привлекать их внимание. Единственная должна быть территория под общим контролем, потому что это прибрежная курортная полоса. А если это дюны, то это вообще. По этой ситуации здесь, Дикарев, разберитесь и доложите, почему дошли до Верховного суда, на какой стадии остановились, почему остановились. И дайте мне подробный расклад по этой ситуации. То, что такая высотка вообще появилась в песчаных дюнах около моря, полностью противоречит краевому закону, принятому в прошлом году. Согласно документу, на расстоянии 500 метров от моря действуют ограничения для жилых комплексов и апартаментов. Да и высота зданий не должна превышать 20 метров. Однако, это не единственный случай в Анапе, когда застройщики решили реализовать свои дорогостоящие проекты прямо у берега моря. Пока здесь только укрепили фундамент, но ощутимый урон песчаным дюнам уже нанесен. Еще немного, и мы точку невозврата пройдем, и говорить о курорте Анапе уже не придется. У нас есть муниципальное образование, город-курорт Анапе. Вот слово «курорт» из этого названия придется просто вычеркнуть. С момента принятия краевого закона прошло около года, и уже можно говорить о первых результатах. Так, за это время не было выдано ни одного разрешения на строительство высотных домов. Однако, в некоторых муниципалитетах до сих пор не внесли изменения в правила землепользования и застройки. Вениамин Кондратьев поручил привести все документы к единому стандарту в течение полугода. Застройку прибрежной зоны с жилыми домами необходимо пресекать уже сейчас, чтобы Черное море не захлестнуло море строений. Андрей Анатольевич, мне важно понимать, что за период вступления в действие закона происходило с ситуацией по застройке. То есть выдавались и в каком количестве выдавались разрешения на строительство, либо не выдавались. Если они не выдавали и тянули, тогда коллеги понимают. То есть они хотели максимально сделать лучше, может быть, но получилось, как всегда. Главное, чтобы получилось. А если в этот период активно разрешения выдавались, тогда точно с этими коллегами мне не побудить. Кто бы они ни были, не побудите. Еще раз подчеркну. Мне нужны сторонники, они изображающие их обязанности. Понимаете, в чем мне нужно? Я хочу жить в реальной ситуации, а не в иллюзиях, которую коллеги главы муниципальных образований где-то создают. Не в иллюзиях. Поэтому мне по каждому муниципальному опыте образование, там, где нет правил землепоинга, даже рождение есть. Покажите количество выдавленных разрешений на строительство по каждому, и на что, и кому выдавались. Есть. Всего же в курортных городах изменения внесли в более 20 проектов. Где-то снизили этажность, а где-то и плотность планируемой застройки. Так, благодаря новому закону, апарт-отель в Новороссийске перепрофилировали в гостиничный комплекс. Решение нашлось и по многоэтажному дому, где не хватало места для парковок и зеленых зон. По Новороссийску. Вот вы задавали вопрос, жилой дом Энгельса 93. Они действительно поправили ситуацию после вашего поручения. Они действительно добавили там куска земли. Ну, можно сказать, что в стадии выполнения. Строительный бизнес долго вытеснял рекреационный, превращая территорию побережья в спальные районы. Новый закон обязан это исправить и дать возможность развиваться туристической отрасли. Главное, чтобы на местах были солидарны с позицией жителей и гостей курортов Краснодарского края. Оставить море открытым для отдыхающих на все времена. Вот те все фотографии, только более вот эти точно и добавьте. Когда будет прокурор, я попрошу, чтобы представители судов были здесь. Вот на коллекционном совещании, чтобы вам все это показали. Хорошо, конечно. Чтобы они тоже понимали, что еще местные есть прокуроры и местные представители судов. И начальники полиции тоже там есть местные, на местах. Это они хотя бы должны вздрогнуть, хоть чуть-чуть. Еще раз подчеркиваю, если вместе с коллегами у нас полная единодушие с прокурором края, руководителями судов, начальником полиции, ну всеми, то я не знаю, что там на уровне мэцплитов происходит. На совещании губернатор поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко организовать краевую комиссию, которая проверит, как застраивается береговая линия в Анапе. Также специалисты отправятся в Новороссийск. Вполне возможно, что проблему хаотичной и бездумной застройки решат новые генпланы этих курортных городов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи назначен новый исполняющий обязанности прокурора города. Им стал Владимир Багаев. Его имя появилось на сайте ведомства. Ранее Багаев исполнял обязанности прокурора Белоглинского района края. По данным ряда СМИ, Игорь Грязнов, возглавлявший прокуратуру Сочи с июля 2017 года, написал заявление об отставке, которое удовлетворил генпрокурор России. Уникальный парк японской акации в Отрадненском районе ждет третий этап реконструкции. Общественную территорию благоустраивают по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Один из самых отдаленных муниципалитетов края сегодня посетил глава Кубани. В центральном парке Станицы Отрадной уже заменили тротуарную плитку, обустроили новые детские площадки и установили видеонаблюдение. Это парк, который посадили наши предки, так же? Да, наши деды. А мы только, дай бог, его облагородили. Вот надо нам самим парки садить. Деньги есть, вот этот парк тоже в рамках национального проекта. Деньги пришли на благоустройство, комфортную среду. Но еще раз подчеркиваю, вот если хотим лучше, давайте делать больше. Больше лучшего. По-другому никак. Реконструкция продолжится и в этом году. До конца сентября здесь планируют отремонтировать спортивную зону и построить скейт-площадку. Ну а в Сочи активизирована работа по выявлению незаконных сбросов фекальных стоков. Представители мэрии, водоканала и Росприроднадзора вышли в рейд в село Верхневеселое в Адлерском районе. Арам Лубян – коренной сочинец. В этом огромном доме живет больше полувека. Строил его отец, затем здесь родился он сам. Женился, воспитал сына и дочь, теперь растут и внуки. Чистый горный воздух и тишину никогда не применяют на жизнь в городской квартире. Комфорт можно создать и в частном секторе, признается супруга Аида. Но сложа рук тоже не сидим, извините. Просто все равно я такой человек, что я не могу просто вот это все так оставить. Я 17 лет живу здесь, 17 лет мы строимся. Верхневеселое село Горное. Рельеф сложной централизованной канализации здесь не было никогда. По нормам законодательства на каждом участке должны быть лосы. Работа по выявлению несанкционированных сбросов активно ведется в Сочи уже пять лет. Локальные очистные сооружения установили практически все жители отдаленных сел. Теперь задача мониторинговых групп выявлять несвоевременную очистку этих лосов. У людей нет пролонгированных договоров на вывоз жидких бытовых отходов. И, как правило, данное нарушение является незаконным, потому что данный сброс хозбытовых отходов нигде не прописан. Реды проходят еженедельно во всех районах Сочи. В Адлере мониторинговые группы последние несколько лет обходят в основном дома в сельской горной местности, потому что на побережье практически все объекты подключены к централизованной канализации. Ну, я не могу сказать, что у нас, допустим, все в порядке, но если какие-то недостатки есть, устраняем. Где-то они приходят, проверяют частенько, говорят так, стараемся делать. С начала года только в Адлерском районе проведено 45 рейдов, выдано 40 предписаний, составлено 12 протоколов. Восьми абонентам ограничена подача воды. Это не значит, что дом полностью остается без водоснабжения, но напор из кранов не позволяет, например, запустить стиральную машину. Такие ограничения мера вынужденная. Администрации сельского округа совместно с водоканалом и с Роспотребнадзором еженедельно проводятся мониторинги по факту выявления сброса жидких бытовых отходов. Вместе с тем, при выявлении данных нарушений составляется административный материал. Также ведется разъяснительная работа с гражданами, чтобы они предотвращали данные нарушения в соответствии с законодательством. С начала года в Сочи проведено 125 подобных рейдов, обследовано 985 объектов. В преддверии летнего сезона администрация города усилила работу. Помимо рейдов готовится проект договора с жителями частных домов. В первую очередь речь идет о районах, где отсутствует подключение к централизованным сетям канализации. Это делается для того, чтобы наряду с водоснабжением было возможности отведения стоков из автономной системы канализации. Помимо этого, сейчас проходит стадию согласования проект создания автоматических сливных станций для привозных стоков. В совокупности все эти меры должны значительно улучшить экологическую обстановку на курорте. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 24 марта 1945-го войска 3-го Украинского фронта, отразив атаки 11 танковых дивизий противника вблизи Будапешта, перешли в наступление и продвинулись вперед на 70 километров. В этом наступлении наши части, наряду с фронтальными атаками, часто и успешно применяли тактику обхода и блокирования опорных пунктов немцев. Газета «Правда» в этот день пишет о действиях авиации 1-го Украинского фронта в боях за города Нейси и Леопшютс. На одной из советских переправ одновременно показались 16 фашистских истребителей и маленькая группа советских. Когда немецкий самолет кинулся штурмовать переправу, ведущий советской четверки майор Диденко приказал прикрыть его и кинулся на перерез. В итоге были сбиты два вражеских самолета, а с нашей стороны обошлось без жертв. В этом же выпуске «Правды» были размещены фотографии фашистских застенков в познанской тюрьме. На них были представлены орудия пыток, которые использовались гитлеровцами. В этот день на всех фронтах подбито 147 немецких танков, уничтожено 63 самолета. Войска союзников в это время форсировали Рейн. Войска устремились через реку под прикрытием густой дымовой завесы огромного количества бомбардировщиков. В Польше в этот день завершилось разминирование Варшавы. За месяц там обезвредили почти 17 тысяч мин. В этот день ушел с жизни советский скульптор и известный альпинист Евгений Абалаков. Ему одному из многочисленного состава штурмового отряда памирско-таджикской экспедиции удалось достичь вершины 7495 метров. В общей сложности совершил восхождение не менее чем на 50 вершин, проводил научные исследования, изучал и наносил на карты горные хребты. В годы Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем, участвовал в битве за Москву, обороне Кавказа, преподавал в школе военного альпинизма. Чтобы помнили, Сочи присоединился ко всероссийской акции «Сады памяти». Это ключевое мероприятие года памяти и славы, приуроченное к 75-летию Победы. Участники разбивают аллеи и украшают мемориалы, высаживают деревья и кустарники в каждом регионе разные. Салахаульский сельский округ – это пять разрозненных поселков. Здесь климат более суровый, чем в центре Сочи. В эти дни селяне присоединились ко всероссийской акции «Сады памяти». Посадили более десятка саженцев сирени и берез. Символ уважения к героям Великой Отечественной войны. Напоминание, которое останется для будущих поколений. Акция – это личная история для Ивана Тарасенко. Воевал его прадед. На фронте был ранен и всю свою жизнь прожил в Салахауле. Своих земляков героев здесь чтят и помнят каждого. До сих пор все-таки все ценят тот подвиг, который совершили наши деды, прадеды. И вот наша школа тому пример. Мы действительно этого не забываем. Гордимся очень этим. Тем более, что это наши родственники там же и воевали. Когда дети уже будут, будем ходить, показывать, что вот в детстве занимались вот такими вещами. Идею поддержали все местные жители. Особенно активно отреагировала молодежь. После занятий бежали не на футбол или за компьютер, а за лопатами. Сажали белоствольные березки несколько дней. Я считаю, что это важно, потому что, к сожалению, тенденция пошла на то, что мы, современная молодежь, мало видит тех ветеранов. Это мы, я, наверное, скорее то поколение, которое застало их еще. То есть они больше с нами общались. Сейчас в основном друженики тыла. Ветераны, ну или вдовы там и так далее. Мы воспитываем патриотизм детям. В первую очередь это идет от нас. На фронты Салахаульского сельского округа в годы Великой Отечественной ушло более 300 местных жителей. Еще больше участвовало в партизанском движении. Более сотни бойцов остались на полях сражений. Для салахаульцев это будет не просто скверик. Памятник на века. Я думаю, что наши дети, в частности касается нашего Салахульского сельского округа, это достойное поколение, которое растет. И смею вас заверить, что вот лично я, лично жители, которые здесь живут, все сделают для того, чтобы наши детишки в будущем, когда достигнут нашего возраста, также воспитывали в таком же духе своих детишек. Всероссийская акция «Сады памяти» станет одним из ключевых мероприятий, приуроченных 75-летию Победы. Количество деревьев по числу лет, прошедших со дня окончания самой кровопролитной войны человечества. Первые такие деревья появились в Севастополе. Следом присоединилась Анапа. Эстафету принял Сочи. На территории города Сочи будет высажено порядка 600 саввенцевых кустарников. Это сирень и березы. Но сирень как символ мая, а березы – это символ России. В основном это северные части города, где лучше принимаются эти культуры. До 9 мая на курорте будут высажены 9 садов. Все возле мемориальных комплексов, рядом со школами, на улицах, носящих имена героев. А до конца года появятся еще 4 сада. Цель одна – чтобы новые поколения помнили о цене Победы в миллионы жизней. А в городе продолжается подготовка к празднованию 75-летия со дня Великой Победы. К дате запланировано много мероприятий. Большая работа проводится по улучшению жилищных условий ветеранов. Так, накануне завершился ремонт в квартире Николая Тысячного. В апреле он отметит свой 99-й день рождения. Лучшим подарком от города стала обновленная и благоустроенная квартира ветерана. Николай Тысячный – ветеран Великой Отечественной войны. В прошлом – медик, фельдшер. Когда предложили сделать ремонт, разумеется, обрадовался. Несколько недель жил в санатории. А сегодня вернулся в свою квартиру и буквально ее не узнал. Папа, ты узнаешь свою квартиру, а? Разота-то такая, а? Светло. В квартире отремонтировали все. Заменили полы, привели в порядок стены, установили современную кухню, поменяли всю сантехнику, мебель и уже распаковали холодильник. Радует, конечно, что хоть на склонник лет, поживу в нормальных условиях. Семья Тысячных находилась в трудной жизненной ситуации, и косметический ремонт в квартире был необходим. Сделали шикарный ремонт. Мы даже не узнали квартиру. Мало того, что сделали ремонт, обставили ее всем необходимым. По последнему слову техники. И двухкамерный холодильник, и керамическая электроприта, душевая кабина. Ну все. А телевизор тоже большой. Теперь папа будет вообще наслаждаться. Всего в Сочи проживает 147 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них на особом контроле у социальных работников, которые следят за условиями проживания ветеранов. Поручение главы города Сочи, КП Городского Алексея Сергеевича, звучит следующим образом. Ни один ветеран не должен остаться без внимания. Сегодня мы видим, что это внимание вылилось в ремонт квартиры. Все-таки у нас в городе есть добрые люди, которые оказывают содействие разного масштаба. В апреле ветерану Николаю Тысячному исполнится 99 лет. И ремонт в квартире – это лучший подарок о дню рождения от администрации города. С прошлого года косметические ремонты уже сделаны в более чем 30 квартирах ветеранов в Сочи. И это не предел. Все пожелания участников войны учитываются и обязательно будут выполнены. Каждый запрос находится на контроле администрации города. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Маэстро главного казачьего хора России – 82 года. Свой день рождения отмечает Виктор Гаврилович Захарченко. Знаменитого кубанского композитора поздравил губернатор края. Вениамин Кондратьев поблагодарил народного артиста за многолетнюю работу и вклад в развитие народного творчества и сохранение духовного наследия казачества. Сразу после поздравлений Вениамин Кондратьев вместе с Виктором Захарченко зашли на репетицию коллектива. Именно благодаря Виктору Гавриловичу кубанский казачий хор стал любим и узнаваем во всем мире. Он руководит коллективом уже 45 лет. Он стоит всегда скромно, но он и есть отец по-настоящему сегодняшнего, легендарного, всемирно известного кубанского казачьего хора. Гордость и Кубани, и гордость всей России. Каждый из вас думает по-разному, но поверьте мне, то, что каждый из вас талантлив 100%. 100%. Каждый из вас определенный алмаз. Но чтобы алмаз заблестал всеми своими гранями и превратился в бриллиант, должен быть тот, кто этот алмаз огранит. Будьте здоровы. Будьте. Дарите все, что вам поспал Господь. Еще раз подчеркиваю, это, наверное, очень-очень много. Оставайтесь сыном своей земли, своей кубанки. Будьте верны вот тому, что для вас является принципом жизни. В этом коротком поздравлении есть отношение к кубанскому казачьему хору. Я его знаю и знаю вашу заряженность. Она была изначально. Вы понимаете его предназначение. Понимаете, что просто не ретовой коллектив, у которого есть свое предназначение. И мы стараемся в меру возможностей, которые у нас есть, исполнять долг завещанного Бога. На концерт хора, а не просто достать билет, в лучших залах России, Европы и Америки всегда аншлаг. Зрители с восторгом отзываются о непередаваемой атмосфере. В свои 82 композитор и дирижер продолжает писать музыку и всегда лично руководит хором. Нападающий Сочи Александр Кокорин признан лучшим футболистом марта в российской премьер-лиге. За Кокорина проголосовали болельщики, а также эксперты телеканала «Матч Премьер». Голосование проводилось на официальной странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте. В марте Кокорин в четырех матчах чемпионат России забил три гола и отдал одну результативную передачу. После 22 туров команда Сочи занимает 12 место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.